Экономика страны Советов по нашему анализу находилась в кризисном состоянии. И нам нужно было все вместе сидеть ночью просиживать, чтобы придумать такие модели, которые позволили бы народному хозяйству, его отдельным отраслям, чтобы повысить экономическую эффективность и на этой почве повысить производительность общественного труда. А на этой почве повысить благосостояние людей. Мы пытались и все от нас зависящее делали, чтобы для решения этих проблем вести большую экономическую науку. Большую, не подделками заниматься, а большую экономическую науку. Into this computer, the planners fed all the information they could find about Soviet society. For a brief moment in the mid-60s, it revitalized the hope that science could control society in a rational way. И некоторые из этих людей действительно питали иллюзии, не зная о хозяйстве. Иллюзии, что можно с помощью электронных машин все планировать, все предсказывать. И так далее. Но это была утопия. Пока это и все, сказать, что полностью получилось, я не скажу. Начинает получаться, начинается набирать темпы. Но пока мы еще не все реализовано то, что предложено наукой. Почему? Потому что надо, чтобы те, которые реализуют это, надо, чтобы понимали в науке. И овладели ее основами.